Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. У нас серия уже после новогодних видео. Сегодня хотелось бы поговорить про замещающие облигации, как один из инструментов, который стоит включать в свой инвестиционный портфель инвесторам, которые находятся на территории России. Более подробно, наверное, что это такое, откуда появились и каким образом образуется в них доходность, то есть почему это, что называется, must-have в настоящий момент. Несмотря на то, что они уже подросли в цене, у меня опять-таки будет небольшая презентация, список таких замещающих облигаций, которые оперативно публикуются в нашем канале закрытого клуба инвесторов для платиновых участников. По сути, это инструменты, которые позволят следующие 12 месяцев обеспечить в рублях доходность как минимум в районе 30% годовых и как раз про это сегодня в видео. Итак, смотрите данное видео до конца, чтобы получить для себя хороший инструмент размещения рублей на 2023 год. Итак, что такое замещающие облигации? Замещающие облигации – это новелла такая, обусловленная она была в первую очередь тем, что российские держатели российских еврооблигаций, которые размещались в иностранных депозитариях и хранились в иностранных депозитариях, из-за того, что депозитарии разорвали отношения с российским центральным депозитарием НРД, выплаты, которые приходятся банками-агентами на корс счета, которые выплачиваются в долларах или в евро, возникает риск двойной. Во-первых, учет прав по этим еврооблигациям, второе – валютный перевод, который осуществляется. И поэтому появились некие такие замещающие облигации, которые замещают еврооблигации, которые были выпущены ранее. В чем преимущество? Ну, не преимущество, а в чем смысл данных еврооблигаций, они выпускаются, как правило, в рублях. Их можно купить или за рубли, или за доллары на слайде. Соответственно, мы пометили, на что можно купить. То есть, даже если у вас есть доллары, которые невозможно, например, вывести никуда, вы на эти доллары через брокерский счет, соответственно, можете купить запищающие облигации. Эти облигации при этом будут привязаны к рублю, будут выплачивать вам купоны в рублях, но по курсу доллара. То есть, купонная выплата будет привязана к курсу доллара. Это первая история. И когда мы здесь говорим о доходности к погашению, сейчас она немножко уже снизилась, то есть, доходность упала, потому что эти облигации пользуются спросом. И большими операторами покупки таких облигаций выступают банки. И вот еще раз посмотрите на то, что происходит. Банки продают золото, банки предлагают депозиты под 9% годовых на 3 года 9,5% от Сбербанка. И что они делают на самом деле сами? Они покупают замещающие облигации в том числе. Почему? Первое. Вы получаете доходность в районе от 5 до 7% в валюте. Получать вы ее будете в рублях, вы не несете инфраструктурных рисков. Вот какой будет, если вы считаете, что курс доллара вырастет на 30%, то, соответственно, вы получаете купонный доход в твердой валюте и по курсу доллара на момент выплаты купонов. Как правило, купоны выплачиваются 2 раза в год. Хороший стабильный денежный поток. При этом купонная выплата по долларам, почему такая? Потому что эти облигации, когда они появляются на бирже, что происходит? Есть нерезиденты дружественных стран, которые выкупили еврооблигации у нерезидентов недружественных стран. И когда появляются замещающие облигации, то есть, которые замещают эти еврооблигации, сначала, когда они только начинают торговаться, они или не растут в цене, или наоборот даже снижаются. А доходность растет. И поэтому были вот к моменту допуска торгов, новых замещающих облигаций, можно было зафиксировать для себя доходность там и в 7,8% по доллару. Для понимания, по статистике, американский фондовый рынок имеет среднюю доходность 8%. А вы получаете доходность 8%, я не знаю, там от Газпрома, от Лукойла. Но сейчас уже не получаете, сейчас поменьше доходность, но при прочих равных условиях. Первое, что вы получаете в качестве преимущества, закрытие валютного риска. Если считаете, что доллар растет, вы в рублях будете получать более высокий купон. Это раз. Два. Будет проведена переоценка. Сама облигация пересчитается, переоценится, потому что, если, соответственно, рубль ослабнет, а доллар вырастет, вы получаете доход в долларах, по сути. Ну, выплата происходит просто в рублях. Это тоже привлекательно. То есть, вторую доходность, которую вы получите, второй вид дохода, это за счет того, что произойдет рублевая переоценка. Третье. Изменили налоговый кодекс. И, соответственно, рублевая переоценка, валютная переоценка, которая происходит, сейчас не является объектом налогообложения. Это третий вид доходности. Вам за счет валютной переоценки вы не будете платить 13% под доходный налог, в отличие от того, как это было раньше. Четвертый вид дохода. Вы получаете облигацию, которая может вырасти в цене просто на 30%, потому что вырастет настолько валютный курс. У вас будет, причем на эту твердую валюту, будет фиксированный доход в районе, опять-таки, в зависимости от того, по какой цене купили. Без разницы, даже пусть 5%, 4%. То есть, эти облигации, они станут интересны всем. И уже к середине 2023 года, да, эти облигации сами по себе вырастут в цене. Таким образом, что мы получаем? Мы получаем валютную переоценку, мы получаем купонный доход, мы получаем падение доходности облигаций. Сами облигации вырастут в цене. Освобождение от НДФЛ, это за счет валютной переоценки. И если мы вот это вот все по кругу пересчитаем, то общая итоговая доходность по итогам 12 месяцев может составить 30% плюс. И эта доходность 30% плюс, она с лихвой покроет всю инфляцию. И опять-таки, я говорю, банки являются активными операторами. Они привлекают, пылесосят сейчас ликвидность рублевую и покупают замещающие облигации. Там есть определенные риски, ну, как определенные, там существенные риски есть. Риски можно нивелировать за счет структурирования капитала определенным образом. Каким образом структурировать именно замещающие облигации, нивелировать риски, которые в них присутствуют, мы расскажем на нашей открытой конференции MaxCapital, которую проведем в начале 2023 года. Хотите принять участие, посмотреть, каким образом структурировать свои замещающие облигации, какие замещающие облигации, на наш взгляд, являются наиболее интересными в качестве объекта, как заходить, формировать позицию в замещающих облигациях. Все это расскажем на нашей конференции. Ссылочка внизу под данным видео. Проходите, регистрируйтесь. С удовольствием мы расскажем, подскажем, каким образом работать. Сегодня же у меня на этом всем список облигаций, которые были на конец 2022 года доступны. Вы видите на слайде, можете непосредственно посмотреть. Ну а что с этой информацией делать и как непосредственно заработать, совершив конкретные тактические решения на нашей конференции. Надеюсь, что было полезно. Мы завершаем серию наших новогодних видео. Надеюсь, они для вас были ценные, полезные. Оставьте комментарии по этому поводу и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok